Столько крутых новостей, я просто обязан с вами поделиться. У меня появилось чутка свободного времени, а тут столько новостей подъехало сразу. Аж захотелось поделиться своими зрителями. Не буду тянуть, если зайдет такой формат, то сделаю еще. А вы пока напишите, какое событие вас удивило больше всего за последнее время. Может я его упустил. Поехали! Начать хочу не со смартфонов, а с зарядки к ним. Беспроводной. Вообще. Которая, по утверждению компании, способна заряжать устройство в радиусе нескольких метров. По словам Xiaomi, несколько устройств могут заряжаться мощностью 5 Вт одновременно. И физические препятствия, очевидно, не снижают эффективность зарядки. С удовольствием бы протестировал такую штуку. И как думаете, насколько она будет вредна для организма? Напишите ответ. Хочу услышать ваше мнение. Пока не ясно, выйдет ли эта технология на рынок. Например, американская компания Энерджиус уже несколько лет объявляет о создании действительно беспроводной зарядки. Но эта технология еще не получила своего распространения. В сети вовсю гуляет информация о грядущем фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 6. И сейчас я вам расскажу обо всех фишках, что нас ждет. Стало известно, что браслет получит встроенный приемник GPS. Он будет предоставлять точные данные о скорости и расстоянии, которые фиксируются во время тренировки. Так что телефон можно будет с собой не брать. Хотя, разве что для музыки. Не забыли и про коронавирусную тему. Для определения показателя SPO2, это насыщение крови кислородом, добавили специальный датчик. Также сообщается о добавлении 19 видов занятий физической активностью, включая танцы, боулинг, кикбоксинг и прочее. С помощью Xiaomi Mi Band 6 пользователи смогут просматривать информацию о сне. Сейчас это возможно только через приложение Mi Fit, а станет возможным напрямую с браслета. Это означает, что дисплей будет иметь более высокое разрешение по сравнению с Mi Band 5, потому что на вид они будут мало чем отличаться. Пользовательский интерфейс будет с некоторыми изменениями и получит новые циферблаты. А также пользователи смогут контролировать устройство умного дома на базе Mi Home. У вас есть что-нибудь? У меня уже коллекция пополняется. Как бонус можно будет отключить входящие телефонные вызовы с помощью автоматических ответов. Например, я сейчас за рулем, свяжитесь со мной попозже. Нынешняя версия Mi Band 5 была представлена в середине июля прошлого года. Предполагается, что новая модель станет доступной потребителям примерно в то же время и в этом году. А для кого формат браслета не интересен, можете посмотреть на мои часы от Кьюбот. Я недавно сделал на них обзор. Мне такой форм-фактор нравится больше. Но вот функционалу далеко до Mi Band 6 точно. Ну и хотелось бы рассказать про Xiaomi Mi 11 Pro. Ведь он все-таки получит огромный аккумулятор. Сутки при полной нагрузке и два дня использования в обычном режиме. Смартфон точно выдержит, по заявлению разработчиков. Продолжают появляться новые подробности о флагманском смартфоне Mi 11 Pro, который должен быть представлен уже в феврале этого года. Порадовав тех, кого не устраивает Xiaomi Mi 11. Он вышел по Китаю. В новой версии будет усовершенствованная камера, ускоренная зарядка, ну и несколько других улучшений. А хейтят Xiaomi Mi 11 все, кому не лень. А как по мне, за его цену он все-таки неплох. Невзирая на его минусы. Но вот что по 11-й прошлой версии, то осведомленный информатор утверждает, что на последнем этапе разработки аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч заменили на двухэлементную батарею емкостью 5000 мАч. Пользователям точно не нужно будет переживать насчет времени работы устройства без подзарядки. Сутки при полной нагрузке или два дня использования в обычном режиме смартфон точно выдержит. Также появились сведения о том, что общая мощность системы быстрой зарядки Mi 11 Pro составит аж 200 Вт. При этом смартфон должен поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 67 Вт. Что по экрану, то там будет 6,81-дюймовая панель AMOLED разрешением Quad HD+, поддержку частоты обновления 120 Гц. В качестве однокристальной системы выступит Snapdragon 888. Основная камера получит аж 120-кратный зум. Но и очень много других фишек. Об этом смартфоне нужно делать отдельный ролик. Ну и в завершение хотелось бы рассказать, что компания Xiaomi объявила дату международного запуска флагмана Mi 11. Между прочим, в Китае уже продано более миллиона экземпляров этой версии. И совсем недавно Xiaomi объявил дату международного дебюта фирменной оболочки MIUI 12.5. И вот именно сейчас рассылается журналистам приглашение на презентацию своего флагманского смартфона Mi 11. Только уже выход в мире. Судя по этим приглашениям, этот смарт представят для международного рынка на том же мероприятии, что и MIUI 12.5. Презентация состоится 8 февраля 2021 года. Помимо даты приглашения, отмечается, что это телефон следующего поколения для любителей кино. Одновременно с запуском Mi 11 за пределы Китая может также состояться анонс более дорогой версии Mi 11 Pro. Будем ждать. Xiaomi представила Mi 11 в Китае 28 декабря, а в продажу он поступил на Новый год. И сразу стал супер хитом всего за 5 минут. 1 января было куплено 350 тысяч аппаратов. И уже 10 января топ-менеджеры Xiaomi отметили тортиком преодоление рубежа в 500 тысяч проданных смартфонов. А 22 января, ребят, 1 миллион устройств. Вот это популярность. И никакие американские санкции им точно не страшны. Напишите ваше мнение по поводу этих новостей и нужен ли мне в принципе такой новостной формат. Как говорится, попытка не пытка. А для тех, кому интересно мое творчество, подписывайтесь на мой лайв-канал и мою инсту. Там я делюсь всеми способами заработка денег. Все показываю на своем примере. Ну а на этом у меня все. До скорых встреч, ребят, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok